здравствуйте мои дорогие мои хорошие я рада всех приветствовать на своем канале меня зовут наталья и сегодняшняя тема видео я даже не смогла ее объединить в одну какую-то вот краткую шапочку сделать я написала вот следующий гипотиреоз подавленность психологическая помощь неврологии и непонимание близких так как я рассказываю свою историю в первую очередь на начальном этапе да я когда сама еще не понимала что со мной происходит я еще и столкнулась с непониманием своих родных и близких людей ну то есть живет человек живет да вот весь такой активные веселые компанейские счастливые хорошая мама хорошая жена все все прекрасно а потом раз и не могу сказать что ничего не предшествовало моей болезни кое-что было из-за неполадок из-за каких-то размывок в семье возможно это и произошло а может быть нас отравила наша экология и может быть взрыв на фукусиме но я уже поднимала об этом говорила значит начальном этапе мы и сами не можем понять естественно мы не можем помочь себе а наши близкие чаще всего не понимая что происходит могут нас даже и подтопить меня не понимала мама маме казалось что я просто ленюсь что я просто какая-то апатичная что муж тоже считал что мне на все наплевать знаете при гепатериозе снижается либидо ни о каком сексе речи быть не может все все через силу делается все через силу с утра встаешь через силу что-то делаешь просто из последних сил руки дрожат не компенсированный гепатериоз это страшная вещь особенно когда вы даже еще не понимаете что с вами происходит у меня это постоянное удушье в области горла это это просто что-то было страшно я вспоминаю об этом и мне становится плохо я очень много времени провела с этим удушьем даже не понимая что это такое так как я обращалась к некомпетентным врачам мне никто не мог помочь значит часто мы сталкиваемся с таким непониманием и на понимаете гепатериозники такие люди которые мы обижаемся на все ну вот но малейшая какая-то мелочь для обычного человека это просто ерунда да а мы вот просто слезы все жизнь кончена я я живу напрасно каждый день задаешься вопросом зачем это вообще за что мне эти мучения что со мной происходит вот и когда мы узнаем что мы больны и лично мне становится мы на и тут же сталкиваемся с моментом принимать нам этот гормон или не принимать ну а знаете со стороны гепатериозников да это тяжело но вы просто вот возьмите влезьте в шкуру своих близких людей да насколько трудно должно быть им видеть нас в таком состоянии полная апатия полная знаете в прострации в какой-то где-то даже вот немножко мозги начинают работать совсем не в том режиме гораздо медленнее ну человек реально тупеет при гепатериозе ничего не соображает память ухудшается лучше ухудшается слух голос становится тихим мы очень подвержены стрессом малейшая мелочь просто выводит нас из равновесия не стресса устойчивая и вот понимаете какое я призываю просто всех больных гепатериозом даже если вы уже компенсируете но вы вот взрываетесь вы расстраиваетесь настроение нестабильное у меня вообще была многолетняя депрессия я вообще не могла выйти из депрессии я даже и не хотела уже выходить вот мне вот одну так вот лечь накрыться одеялком закрыть глаза и забыть о том что этот мир существует я хочу чтобы этот мир забыла моем существование чтобы никто не трогал это видео очень тяжелое я когда я своей депрессии вообще спокойно говорить не могу меня сразу в слезы я много лет с этим жила и поэтому я всех призываю ничего не бойтесь не ищите хорошего невролога возможно даже психотерапевта но так как психотерапевта вообще психотерапия очень не развита у нас стране у нас до сих пор на эти психиатры делят людей на на каких-то относительно нормальных на шизиков и на людей с мдс маникально-депрессивный синдром пойдете вот психотерапевту поставят вам мдс ну если какой-нибудь попадется не очень поэтому ищите скорее проще найти хорошего невролога чем психотерапевта и вот прям вот если вы к нему пришли он просто обязан он обязан не может проигнорировать эту ситуацию он обязан вам назначить какой-либо препарат не отказывайтесь от успокоительных не отказывайтесь от препаратов стимулирующих даже не стимулирующих подавляющих выработку гормонов стресса я не буду называть эти препараты сейчас я с ними хорошо знакомы мне пригодились и из тяжелейшего состояния депрессии меня эти препараты выявили просто вот вот от души советую на самом деле идите в неврологу многие проблемы просто уйдут вместе с с решением понимаете многие вот у казалось бы что это вот щитовидка виновата да а на самом деле там процентов только 50 проблемы там нервы разрушенные наши нервы нужно лечить и ну восстановить я не знаю просто нелеченные депрессии и вот вот эти вот системе не приводят к неврозам и как в моем случае даже дошло до панических атак я постараюсь потом снять тему о панических атаках видео на эту тему видео тоже будет грустно и мне честно говоря так надоело снимать о болячках и всяких проблемах но я понимаю что когда-то было время когда я как слепой котенок тыкалась лазила по формам искала информацию на такие темы все собирала пыталась помочь прежде всего самой себе руки опускались не было никакой поддержки ниоткуда почему я сказала близкие но они ну человек не болеющий он не поймет больного понимаете тем более они вас знают одним а вы вот постепенно превращайтесь какой-то овощ лежачий вечно недовольный вечно плачущий овощ ваши дети страдают от того что вот вы не можете прямо с полной отдачи до что-то делать для них на работе вас никогда не поймут вы скорее всего да если не будете компенсировать свой гипотиреоз вы и работать не сможете вот так что первое что к чему призываю всех гипотиреоз ников это принимать тироксин и второе идти к неврологу идти рассказывать поплакать вот выложить все просто все как есть на духу мне невероятно повезло я попала к очень хорошему врачу-неврологу спасибо этой женщине пусть вот ию все все самое лучшее что может быть у нее будет в жизни она меня просто спасла возможно даже того света вытянула своими назначениями и рекомендации наверное нужно останавливать видят меня на глазах слезы а потому что эта тема для меня очень болезненные когда сталкиваешься с непониманием близких как бы и понимаешь что и они страдают от этого всего ну и твои страдания никто не понимает сильно не вините никого идите к неврологу принимайте успокоительное избавьте себя и своих близких от страданий просто от ненужных напрасных страданий и все в жизни наладится и все будет хорошо ничего не бойтесь жизнь она прекрасная стоит побороться за свое здоровье и радоваться каждому дню как я это делаю сейчас на самом деле я научилась когда человек начинает вот физически сдает он начинает развиваться духовно и приходит к такому что несколько лет назад я даже подумать не могла что я буду совершенно другим человеком я умею радоваться тенью пенью птиц я умею радоваться как шелестит трава на ветру как шелестят листья я обожаю землю я обожаю ковыряться земли выращивать цветы то есть понимаете можно найти себя не обязательно работая как лошадь на двух работах как вот я работала просто с утра до ночи понимаете я может и заболею я не знаю почему я заболела я может заболела от того что у меня было просто знаете я загонялась на работе у меня не было никакого отдыха плюс очень шумные соседи были соседи такие любители побегать над головой все вместе это привело к серьезным сбоем поэтому любите себя жалейте себя все будет хорошо ну с вами была наталья подписывайтесь на мой канал ставьте лайки я всех целую до встречи